Друзья, всем привет! Вы слушает SDGast, 116 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кэс Даймон. Сегодня у меня в гостях Виктор Яблоков, руководитель мобильной разработки лаборатории Касперского. Вить, привет! Привет! Ну что, давай, наверное, по традиции начнем разговор с того, как ты попал в наш славный айтишный мир, а дальше подойдем к тому, чем ты сейчас занимаешься, и уже углубимся в какие-нибудь интересные детали. Да, давайте. Честно говоря, если бы мне в детстве сказали, что я стану айтишником, покрутил бы у виска. В старших классах школы считал себя математиком. Компьютером относился очень прохладно. Считал, что все, что мне нужно, это лист бумаги, мои мозги и ручка. Моя учительница в 11 классе, учительница по информатике, ставила мне четверку, сказала, Витя, поедешь поступать на матмех Ленинградского государственного университета, никому не говори, что я тебя учил. Интересно. В итоге поехал я не на матмех, а на мехмат, и не в Ленинград, а в Москву. Поступил, к компьютерам относился. Первое время тоже прохладно, но ситуация изменилась на втором курсе, когда появилась информатика. Какой русский, как говорится, не любит быстрой езды, а какой студент не любит поехать пораньше домой. Что я сделал? Подошел к учителю и говорю, дорогой учитель, что мне нужно сделать, чтобы сдать зачет автоматом? Посмотрел он на меня и говорит, Виктор, вот тебе 50 задач, вот тебе месяц, решай, приноси, сдавай, и получишь зачет автоматом. Это вызов, а вызовы в жизни надо принимать. Сел я за компьютер в университете, поскольку своего не было, ну и, в общем, начал вечерами решать. А как решать? Ну как, пошел книжечку купил первую по информатике, проштудировал, вроде как помогло. Решил, получил зачет автоматом. А когда уже на пятом курсе встал вопрос, собственно, что делать, девушка моя в будущем стала женой, сказала, ну, говорит, ну, как это, хочешь жениться, хочешь детей, надо зарабатывать. Ну и подвернулся в случай, пошел тестировать приложение приходящим тестировщикам в небольшую компанию, называлась Сайбика, вот это стартап Дэвида Яна, и платили за найденные ошибки. Получалось у меня неплохо, находил за день в разных приложениях одни и те же ошибки, вот, потому что все программисты примерно одни и те же ошибки и делают, вот. Ну и пригласили меня уже в штат, сначала тестировщиком, вот, а потом думаю, ну, тестирование, я же вроде, как это, код писать умел в институте, вот, взял, пошел в магазин, купил книжечку потолще, проштудировал, подхожу к руководителю, говорю, вот так-то и так-то, хотел бы в бой. Он говорит, не вопрос, вот тебе задание, решай, решишь, приходи, дадим тест на разработчика. Ну, пару ночей, опять же, вызов, пришел, сдал, потом прошел тест на разработчика, ну, и взяли меня в штат. Собственно, так я из человека, который не любил ни компьютеры, ни информатику, стал, в общем-то, программистом. Слушай, интересно, интересно, так вот, вроде, да, сам никогда не хотел, но вынужден, ну, или как-то в силу, не знаю, обстоятельств, вы каких-то вот сложившихся таких моментов, да, переквалифицировался в программистов. А на чем ты, соответственно, что у тебя был первый за язык, на чем ты писал, что это было, расскажи немножко. В институте это был кумир, это отечественный язык, начало, конец, все на русском, вот, потом был, ну, в школе Паскаль немножко, после кумира, но уже Си плюс плюс. Ого, ничего себе, такой шажок не хилый. А жизнь заставить придется. Ну, понятно, да, но, тем не менее, видишь, я так понимаю, ты довольно успешно с этим справился. Ладно, хорошо, давай дальше, значит, ты там программистом, я так понимаю, на Си плюс плюс, значит, что-то там делали. Да, пришел, пришел, взяли, значит, программистом, вот, а там было довольно интересно, там вот на ладонник, так называемый, сайбика, приходилось выпускать нашему небольшому отделу, а было там, наверное, человек 20 разработчиков, по игре в день, ну, или по приложению в день. Соответственно, каждый программист должен был сделать по одному приложению. Вот, ну, не делаешь, ну, как, смотрят на тебя сначала криво, а потом говорят, ну, что-то ты, дорогой, как это, не справляешься. Ну, то есть, условно говоря, у одного программиста есть максимум 20 дней на создание приложения игрушки, но если по одному приложению в день, 20 человек, то есть, вот, три недели у тебя на то, чтобы, значит, ну, четыре, да, если там рабочих говорить. Да. Ну, вот, в моем случае, три недели с выходными. Понятно. Приходилось, да, писать глубокой ночью, потому что все-таки молодой студент, еще никакого опыта, вот, но как-то три-четыре месяца и начал, начал уже лучше писать. Уже без выходных, уже в рабочее время. Да, уже начал премии получать за чуть больше, чем одну игрушку в месяц. Ой, понятно. Слушай, а у вас там тоже какие-то были, там, не знаю, старший товарищ, или ты вот все как бы, ну, то есть, была ли возможность у кого-то там спросить, если ты еще сам неопытный, да, вот, как бы, ну, понятно, что можно читать книжки до упора и там пробовать, но была ли возможность какого-то вот такого, как сейчас модно говорить, там, это термином, там, менторство, ну, то есть, были ли старшие товарищи, которые могли там тебе помочь в каких-то вопросах? Да, безусловно. То есть, моя жизнь изменилась именно тогда, когда появился вот этот старший товарищ. А у нас был мальчик, который писал, не поверите, 3D-игрушки. 3D-игрушки под на ладоннике с размером экрана, условно, там, 300 на 200 пикселей. Вот, там, ширина меньше 10 сантиметров, ну, высота соответствующая, да. Вот, и на таких устройствах он писал 3D-игрушки. Вот, ему нужен был помощник, уже, как это, сделал движок, и хотели поставить разработку таких игрушек на поток. И, соответственно, меня вот, молодого специалиста, дали ему в качестве помощника. Посмотрел он на меня, посмотрел на то, что я до этого делал. Говорит, ну, говорит, знаешь, что такое страустру? Я говорю, ну, да, я послышал. А читал, я говорю, ну, пока нет. Достал он эту книжку, говорит, ну, вот, держи, через неделю экзамен. Очередной вызов, так сказать. Да, очередной вызов. Ну, где-то вот через полгода стал я человеком. Пошел он на повышение, вот, а я уже начал писать эти 3D-игрушки. Вот, и в будущем уже, когда их начали портировать там на первые мобильные телефоны, уже создал движок вот как раз на J2ME под эти мобилы. И даже получил вот патент в России на этот движок. Ох ты, ничего себе. То есть, это уже на Java тоже, кстати, если ты начинал там C++, то... А, кстати, что за платформа? Это Symbian, наверное, какой-нибудь был, да, наверняка? Или что тогда это было? Нет, нет, Symbian – это первые смартфоны, там C++... Это еще до Symbian, да? Нет, это в параллель. То есть, это не смартфоны, это вот обычные телефоны, в которых поддерживали... Ну, была Java-машина, вот, и на J2ME, там MIT P1 еще был, MIT P2, вот. Можно было писать простенькие приложения. Вот, на Западе это было очень распространено, вот. И оттуда было довольно много заказов. Даже вот из студии Disney, я помню, делали. А в России еще таких телефонов... И телефонов было мало соответствующих, и интереса еще не было. Ну, да, да. Я тоже вспоминаю те времена, когда там появились первые смартфоны, даже там на Symbian, тоже там же что было? Ну, либо что-то нативное, либо там Java, соответственно, даже до Symbian еще на телефонах. И действительно был какой-то такой период, когда так начало вот эти активные там всякие игрушки на любой вкус и цвет, короче говоря, просто запланили все. Когда еще, помнишь, можно было там скачать по всяким смс-кам, я, правда, никогда этим не занимался, но тем не менее, вот это там, подправь смс с кодом, там тебе придет что-то такое, вот это все. Вот-вот, да, все верно. Именно так и было. Вот, то есть, основная монетизация мобильных приложений в то время была там через короткие смс. Слушай, ну, все, хорошо, вот ты тогда уже, так сказать, там как-то укунулся в мир вот этих мобильных приложений еще с того пора. Хорошо, рассказывай, да, что дальше, как ты потом, было что-то еще, или ты потом как-то попал в уже лабораторию Касперского, или что-то еще было? Ну, вот, начинал я программировать вот сначала под Symbian в 2000 году, то есть, вот уже больше 20 лет назад. Компания, к сожалению, просуществовала недолго, то есть, устройство не стало успешным, возможно, опережало свое время. Вот, поэтому где-то в 2002-2003 я вот начал разрабатывать под мобильные телефоны. Мы поставили все это, разработку на поток. В какой-то момент я начал выпускать по 30 приложений в месяц. Вот, уже, как это, разработали мы некий такой фреймворк для портирования даже на устройство Брю. Вот, с Qualcomm сотрудничали, и со спринтом, с американскими компаниями. Вот, а в лабораторию Касперского попал в 2004 году. Тогда появилась первая вредоносная программа под мобильники, как раз вот под операционную систему Symbian. Это был червь, назывался Кабир. Вот, и, соответственно, компания, лаборатория Касперского известна и своей инновационностью, и технологиями, соответственно, они быстро сообразили, что им нужен разработчик под мобильники. С опытом таких людей в стране было немного. Вот, я увидел очень интересные предложения. Вот, пришел, меня очень быстро взяли в компанию. Я, соответственно, был вот как раз первым разработчиком под мобильники и делал первую утилиту, называлась ДКБИР, как раз вот для борьбы с этим зловредом. Интересно, интересно, слушай. Так, как-то тоже. Ну, ты просто, то есть, ничего не мониторивал или просто поглядывал, как бы, думал, искал какие-то предложения, вот как-то так подвернулось, да, или это через знакомых кого-то просто. В те времена действительно, как бы, ну, круг там каких-то таких крутых специалистов, он был достаточно узок. Просто интересно, это какое-то сарафанное радио или просто, так сказать, воля случая такая получилась? Ну, тут скорее ситуация в той компании, где я работал, вот, то есть, там она, как это, не то чтобы много зарабатывала, да, там, перебивались с контракта на контракт, вот, и скорее вот эта вот ситуация внутри компании сказалась. То есть, действительно, начал поглядывать, вот. Понятно, понятно. Ну, хорошо, интересно, интересно. Знаешь, ты тоже, я вспомнил, ты сказал, там, первый мобильный разработчик в лаборатории Касперского, если не ошибаюсь, по-моему, Рома Бусыгин тоже был у меня в гостях из Яндекса, разработчик Яндекс.Музыка под Айоса, он был, считается, как тоже, типа, нулевой разработчик под Айоса в Яндексе. Вот такая интересная аналогия. Ну, ладно, хорошо, расскажи, вот тогда, это 2004 год, как бы, ну, все знают, там, лаборатория Касперского, что это, там, всякие антивирусы, в первую очередь, какие-то средства безопасности, защиты и вот это все. Ну, вот, интересно, как раз-таки ты, я так понимаю, именно здесь с 2004 года, то есть, уже больше, там, 15 лет занимаешься именно мобильным направлением, вот, как бы, чем ты в итоге там занимался. Ну, и сейчас просто интересно, знаешь, как в процессе будет понять, что было тогда, там, вот, в контексте мобильных приложений, безопасности и что есть сейчас. Ну, то есть, вот, как-то посмотреть, как вообще эта индустрия и технологии развивались вот в этом контексте. Да, за эти 15 лет мобильные технологии, они сделали такой рывок, на который для PC ушло, ну, лет, наверное, 30-40. Вот, то есть, действительно, 15 лет назад это была такая некая проба пера, да, то есть, смартфонов было не так много, программ под них было не так много, вот, и создавались они, ну, условно, на коленке, да, без всяких серьезных фреймворков, процессов, подходов, требований, там, по качеству, по безопасности, они были ниже. То есть, сейчас мобильники у каждого человека, наверное, их уже больше, чем два, да? Ну, больше, чем один, мне кажется, это уже точно. Если еще открыть тумбочку какого-нибудь ящика или там на даче покопаться, можно найти еще несколько, а то и десяток. Да, то есть, мобильники сейчас кругом, уже персональные компьютеры уходят на второй план, вот, и количество разработчиков сейчас под мобильники уже превышает, по моим ощущениям, количество разработчиков под десктопы. И зрелость подходов ничем не уступает. И фреймворки, и инструменты даже более зрелые порой, чем под настольные операционные системы. Слушай, ну, тут, знаешь, я чуть-чуть тебя перебью, но мне тут кажется, знаешь, что в целом индустрия-то, как бы, разработки, она вот только там, условно говоря, ну, так, грубо говоря, с 2000-х только вот до 21 веки начала как-то активно набирать. И все-таки же тут, чего хорошо, то есть, что мобильное направление, но это тоже разработка, пусть там у нее есть своя специфика, но тем не менее, как мне кажется, вот эти, она черпает, собственно, оттуда же все вот эти подходы, какие-то инструменты, там, не знаю, continuous integration, delivery, вот эти все наши современные базворды, как бы, и, конечно, этим пользуются. Вот. Вот интересно, ты видишь, ты сказал такую интересную мышь, что, возможно, даже где-то она там чуть более зрелая, вот по сравнению с десктопом. А можешь привести какой-то пример какого-то, вот что ты имеешь в виду, просто интересно. Ну, да. Мобильные разработки достаточно хорошо помогают гиганты, такие как Google и Apple. То есть, они создают экосистемы вокруг себя, и для того, чтобы эти экосистемы развивались, они предоставляют удобный инструментарий, который из-за того, что, так сказать, сами мобильники, сами операционные системы, Android, iOS появились не так давно, этот инструментарий очень быстро развивается, и он основан на самых современных подходах. Вот. Ну, приведу пример, ну, скажем, инструменты, там, обновления приложений, там, через сторы, инструменты АБ-тестирования. Вот. Если они на... от Google, скажем, Firebase, идет из коробки, доступен каждому разработчику, то на десктопах эти инструменты, ну, либо отсутствуют, либо их предоставляют сторонние вендоры. Да, я тебя понял, слушай, хороший пример, действительно, там, обновление, там, через воздух, вот это, когда, как бы, не ты куда-то там заходишь, как в старинные времена, да, там, зайди, скачай инсталлятор, вот это все и обнови, а оно, как бы, само автоматом, и ты, как пользователь, имеется в виду конечный, ничего для этого, в принципе, такого не делаешь, можно сказать, даже вообще. Конечно, то есть, юзер-экспириенс изменился, вот, пользователям удобно, они получают все обновления автоматически, и разработчикам удобно, то есть, разработчики с помощью консолей Google и Apple получают оперативную обратную связь, то есть, мы видим, там, кроши, ЭНРы, там, метрики качества, отзывы, можем разделять каналы, там, публичный канал, там, бета-канал, там, внутренние тестировщики, вот, и можем с помощью этих инструментов получать не только быструю обратную связь, но и таргетировать определенные группы пользователей, там, скажем, на, там, раскатку, или на эксперименты, все это очень удобно, и это отсутствует на Windows и Mac. Ну да, ну, на Mac сейчас немножко уже тоже, конечно, Apple, она все пытается всех загнать вот эту в одну, так сказать, воронку, и там, App Store десктопный. На Windows же тоже есть Windows Store, который пытался что-то, но мне кажется, что-то с ним особо не сложилось так, никто им толком полноценно нормально не пользуется, мне кажется. Все по старинке, все оно софт как ставили, через инсталляторы, ну, скажем так, внешними какими-то каналами, средствами, так и продолжают. Нет у тебя такого ощущения? Ну, Microsoft пытается, Microsoft понимает, что в чем-то они отстали, да, но, как это, не все получается. То есть, Store на самом деле пользуется, но не все приложения можно выложить в Store. Там, скажем, тот же антивирус, он не выкладывается туда. Ну да, да, тут тоже еще есть интересный момент, который, наверное, ну, кульверизаторами можем еще запустить, вот это понятие такой, так называемой, песочниц, да, когда все, что выкладывается в Store, оно там работает в неком таком изолированном окружении, ну, в первую очередь для средств безопасности конечных пользователей, да, и предотвращение какого-то такого нелегитимного доступа к системе, к каким-то другим компонентам, но если мы поговорим про какие-то такие более низкоуровневые приложения, как вот антивирусы, им-то нужен как раз-таки глубокий доступ, они же там работают там на уровне ядра, еще где-то что-то. Да-да-да, драйвера нужны. Да, драйвера, и уже как бы не получится просто так там в песочнице, так сказать, сидеть, ковыряться. Понятно, слушай, ну давай немножко попробуем так опять взглянуть в ретроспективе, вот какого рода там были, не знаю, ошибки, не знаю, там вирусы, не вирусы, проблемы безопасности вот там тогда примерно, как все это развивалось. Просто интересно, наверняка были какие-то вот эти витки, как знаешь, говорить, что там, ну, есть вещь, которая, мне кажется, была, есть и будет всегда, это, ну, там, не social hunking, ну, когда как бы пользователи сами себе злобные говорят. Социальная инженерия. Да, социальная инженерия, которая, мне кажется, не лечится, и это всегда найдут свои пользователи, которые кликнут не на ту ссылку, не на ту иконку, там еще куда-нибудь, вот. А вот именно такие более, может быть, какие-то технологические, инструментальные штуки вот были, то есть, что было тогда, вот ты говорил, что там и, ну, понимаешь, что уровень и развития операционных систем был, конечно же, ниже, но, может быть, какие-то ты вот скажешь более интересные такие подробности послушать. Ну, то есть, давайте позже поговорим про угрозы в целом, да, то есть, они все-таки не ограничиваются только вредоносным ПО, вот, но все-таки, как это, когда задают вопросы специалисты из лаборатории Касперского, как правило, начинают говорить именно про угрозы, связанные с вредоносным ПО, поэтому, да, давайте начнем с этого. Я действительно застал все этапы развития вредоносного ПО под мобильные платформы, даже начинал с того, что пробовал поработать с дятлом, да, то есть, несколько даже приложений сам разобрал, ну, в плане проанализировал, как они работают, я имею в виду вредоносное ПО, вот. Вот, но если говорить про этапы, как это начиналось все с так называемых студентов, ну, в кавычках, да, то есть, это одиночки, которые не преследовали своей целью заработать денег, им было интересно, да, там, новая операционная система, там, смартфоны, им хотелось самоутвердиться, что-то сломать, да, то есть, это такие либо ресерчеры, вот, как правило, молодые там, да, и, соответственно, вредоносное ПО, оно тоже было, вот, примерно про это, да, то есть, оно было видимое, было модно послать что-нибудь по блютусу, да, вот этот червь Кабир, он как раз, было очень много модификаций этого червя, но начиналось все как раз с распространения по блютусу, заходишь, там, не знаю, в какое-то публичное место, и тебе, значит, по блютусу предлагается принять файл. Да, ты сразу жмешь есть, не раздумывая. Да, да, вот. Вот, также он начал распространять себя по ММС, потом начал рассылать ссылки по контакт-листу, СМС-ссылки, ссылки в СМС, вот. Потом появился СКУС, это про замену иконок, то есть, вместо стандартных иконок, там, например, сердечки с признанием в любви, там, да, либо черепа, вот, было модно еще превращать устройство в кирпич, там, да, ради шутки, там, заблокировать, вот, стереть данные, что-то такое, то есть, как это, азарство. Вот. Это продлилось несколько лет, причем, как это было свойственно не только платформе Symbian, но в том же 2004 году появился и DATS, это настоящий файловый вирус, инфицировал тушки других приложений под Windows Mobile. Вот, то есть, вредоносное ПО, вот оно, вот, две основных в то время мобильных операционных системы, Symbian и Windows Mobile, эволюционировало параллельно. Вот. И в течение трех лет, вот, наблюдалась такая ситуация. Дальше пришли уже киберпреступники, целью которых была нажива, да, то есть, а почему они пришли позже, потому что их интересует объемы, да, то есть, как это, одним из критериев появления вредоносного ПО под платформу является ее популярность. То есть, никто не будет писать вредоносы под платформы, которых у пользователей, ну, мало, либо там недостаточно много, там, да, вот, то есть, их интересует объемы. Соответственно, к году, к 2007-2008 смартфонов уже стало достаточно много, вот, ими заинтересовались киберпреступники. Соответственно, появилось ПО, вредоносная целью которого стало уже, как это, излечение денег из населения, да, всякими способами. Это как раз основное было, это отправка СМС на платные номера, принадлежащие злоумышленнику, вот, появились уже более изощренные способы распространения этого ПО, вот. Но тогда это был все-таки еще Symbion и Windows Mobile. А взрывной рост маловары произошел уже с приходом Android и его повсеместного распространения. То есть, уже где-то году в 2010-2011 начался рост, потом экспоненциальный рост, вот, и на текущий момент, вот, скажем, за прошлый год лаборатория Касперского обнаружила там более трех миллионов уникальных вредоносных АПК-файлов под Android. То есть, масштабы сейчас огромные. Да, слушай, такие цифры, три миллиона уникальных. Я даже себе, честно говоря, не представлял вообще такую цифру. Тем не менее. Да, да, и дальше будет больше, судя по всему, ну, как бы. Ну, меньше вряд ли будет. Ну, меньше – это понятно, да, что, я говорю, что будет только больше расти все это дело, как бы, все новые-новые. Хорошо, это было тогда, вот, какие-то такие, да, что, что сейчас, да, наверное, что мы, как бы, так, чтобы закончить ретроспективу, примерно проблемы те же самые, то есть, также остались какие-то там трояны, какие-то блокираторы или вот какие-то появились новые там типы в силу каких-то новых, скажем так, и возможностей мобильных и, может быть, именно способов использования, да, потому что, понятное дело, что функционал мобильного там даже смартфона там 10 лет назад и то, что мы делаем на смартфоне сейчас все же немножко отличается, если не сильно совсем. Все верно, правильно. Сейчас смартфоны заменяют персональные компьютеры и с них можно сделать практически все действия, а то и больше, чем с персональных компьютеров. Соответственно, все способы, типы предоносного ПО, которые там в свое время были под Windows, они уже есть и под мобильные устройства. более того, как это, вот появляется мобильный банкинг, да, ему уже, в общем-то, не один год, да, но вот он появился и, соответственно, появились, появилась специальная вредоносная ПО, которая таргетирует пользователей мобильного банкинга, пытается увезти деньги, креденшелы. И что интересно, что с каждым годом вот способов атаки появляется все больше и больше, они становятся все более изощренными. За последний год, из интересного, появилось все больше шпионов и так называемой сталкер-вары. Это когда, это разновидность шпионского ПО, которое, как это, представляется такими приложениями, как, например, там, родительский контроль. Кажется пользователю, что он устанавливает что-то полезное, да, а на самом деле это ПО, да, с функциями, например, двойного назначения. Параллельно с тем, что оно вроде бы делает что-то полезное, оно может там следить за пользователем. Ну, то есть, обычно, основная задача шпионского софта это просто как бы стырить твои какие-то там sensitive такую информацию, то есть, там, какой-то ввод, там, не знаю, логинов, паролей, что-то еще, вот, что-то такое, да, или что-то, какие-то еще цели. Да, в частности, это да. Слушай, ну, хорошо, а если вот там даже какие-то такие полезные функции, да, понятно, что это как бы прикрытие, вопрос в том, как все это выявлять, да, то есть, ведь оно же работает, оно вроде свою работу делает, и вот расскажи немножко про, наверное, подходы борьбы со всеми этими делами-то, проблем, так сказать, а так много там, а так Surface растет с каждой новой там функцией, с новым установленным приложением каким-нибудь, да, а вот как от всего этого так защищаться, какие-то есть системные подходы. Ну, в целом, может быть, или, как бы, вот, наверное, может быть, если можешь рассказать, как обычно там работают какие-то типы вредоносцев, то есть, что они там сидят в памяти, да, они там, значит, перехватывают там системные вызовы нажатия, там, не знаю, тач, там еще что-то. Ну, вот как-то представлять, чтобы немножко вообще, что они делают так под капотом, скажем. Ну, делать они могут все, что угодно, да, там могут там следить, могут собирать там sensitive данные и отправлять, могут перехватывать креденшалы, ну, скажем, логин, пароль в банк, к мобильному банкингу, там могут читать SMS, могут участвовать там в каких-то кросс-девайсных, кросс-платформенных атаках, вот, а защищаться, ну, как, антивирусом или ПО со свойствами антивируса, я имею в виду, как это, угроз, мы об этом поговорим чуть позже, на мобильном устройстве чуть больше, чем только вредоносные ПО, вот, поэтому, как это, модуль антивируса в современных секьюрити-решениях это маст, вот, но кроме него должны быть такие вещи, там, как веб-фильтр, например. Ну, веб-фильтр для контента, так сказать, просто, чтобы не лазить туда, куда ни попадя, защищать от, скажем, других. Да, давайте, как это, расскажу чуть пошире все-таки. Да, конечно, конечно, давай. Да, то есть, вот, мы говорим про угрозы, да, но что есть угроза? Что есть угроза? Угроза, ну, хорошо, это, так, давай попробую как-то, как я себе это представляю. Соответственно, ну, они бывают разные, наверное, тип угроз, но смысл в том, что это что-то, что тебе дело, в конечном итоге сделает плохо, это, там, не знаю, потеря каких-то твоих личных, там, не знаю, средств, данных, твоя конфиденциальность, конфиденциальная информация, вскрытие или, там, еще, там, не знаю, вымогательство, ну, то есть, что-то, что приводит к нарушению, скажем так, штатного режима, там, твоей работы, ну, твоей, в смысле, тебя, как человек, что ты, там, у тебя, там, если украли данные, начинают тебя шантажировать, то это, вот, как бы, так сказать, нарушение твоей, там, безопасности, твоя угроза для тебя. Ну, не знаю, я, может, конечно, сложно мне объяснить такое красивое определение. Давайте, вот, вместе, там, более системно, там, да, угроза – это кто-то, кого-то атакует как-то, да, с целью получения какой-то выгоды, то есть, есть злоумышленник, есть объект атаки, есть какой-то сценарий атаки, и обязательно есть ущерб, то есть, он зачем-то это делает, и этот ущерб, кстати, тоже можно оценивать, вот. И по науке строятся, так называемые, модели угроз, там, вектора атак, вот, и в зависимости от того, там, кто злоумышленник, там, кто является объектом атаки, вот, угрозы бывают разные, вот, как это, давайте приведу пример, да, вот, например, потеря телефона, да, вот, как бы вы, ну, то есть, давайте говорить про конечных пользователей сначала, то есть, вот, мы с вами, там, обыкновенные, там, люди, у нас на телефоне хранится, там, что-то важное, вот, наверняка же хранится. Ну, конечно, конечно, куда же без этого. Это самое, вот, потеря телефона, потеряете, да, или украдут, вор украдет, ну, в метро, там, вытащит из кармана. Понятно, кто, понятно, как, понятно, кого, зачем, но тут есть опции, либо, там, продать телефон, получить, там, небольшую денежку, либо получить доступ к данным, вот, вот, соответственно, как от этой, что с этой угрозой делать, ну, вот, в решениях класса, там, security, там, mobile security, во многих, там, в частности, в нашем, там, есть функция антивора, да, то есть, это, вот, решение настроить антивор, что она позволяет сделать, да, то есть, она позволяет защитить данные, то есть, злоумышленник, даже если украдет телефон, доступ к данным не получит, она позволяет определить местоположение телефона, она позволяет, там, удаленно его заблокировать, очистить данные, есть еще сирена, там, да, если он, там, далеко не убежало, можно включить, и сирена прозвучит. Это один пример. Другой пример. Скажем, получаете вы какие-нибудь нежелательные звонки? Ну да. Если раньше это больше было в почте, то в почте более-менее всякие антиспам-фильтры уже неплохо работают. Мне кажется, сейчас как раз все переключились на звонки. И поэтому у меня, кстати, стоит от Касперского антиспам, который все время определяет и нежелательно блокирует. Очень клевая штука. Вот тоже это самое. Кто? Ну, какой-то нехороший человек с какой-то целью. Мошенник. Кого? Ну вот нас с вами. Как? Звонок. Ну что делать? Ну вот да, устанавливать вот такого рода решения, которые будут отделять хорошие звонки от спама, от нежелательных звонков. Плюс будут подсказывать, кто тебе звонит в случае с организациями. Да, там скажем, это такой-то банк, это там такая-то организация. Удобно? Удобно. Опять же, про секьюрити? Да, про секьюрити. Но не про вредоносное ПО. Там следующий пример. Вот есть у вас ребенок, да? В школу уже ходит, нет? Ну, у меня пока еще нет. Нет. Ну, хорошо. Вот давайте там представим ребенка. Да, там ходит в школу. Какие у него могут быть сложности? Да, ну мобильный телефон, наверное, ему нужно дать. Да, все-таки там звонить надо. Вот. Опять же, в игрушки, наверное, иногда играет. Ну, поэтому, скорее всего, купите смартфон. Вот. С какими он будет угрозами сталкиваться? Нежелательный контент. Там выйдет в интернет, там наберет какой-нибудь в браузере нехорошее слово. Ну, прочитает или там картинку увидит нежелательную, полураздетую. Ну, да. Либо ознакомиться с наркотиками, например, или там с оружием. Нехорошо – нехорошо. То есть, соответственно, нужно ограждать ребенка от нежелательного контента в вебе. Также от нежелательных игр. Да, там игры могут быть, там, для взрослых. Да, могут. Может, вы, как родитель, там, не хотите, чтобы он играл в определенной категории игр. Или, например, хотите, чтобы он играл только в определенное время, да, там, скажем, делал уроки, там, с 12-ти до 16-ти. И, там, имел возможность, если хорошо сделает, поиграть в течение часа, но не больше, чтобы не портил глаза. Вот. Это следующая проблема, там, и следующее решение. То есть, это временные ограничения, там, блокировка девайса, ограничения, там, по категориям, по контенту. Опять же, локейшн. Можно выбрать, там, безопасный периметр, где ребенок ожидаемо в определенные часы находится, там, да, например, вокруг школы, там, да, и, там, дорога домой. Выйдет он за этот периметр, вы получите нотификацию, сможете, там, предпринять какие-то действия. Опять же, ну, вот такие решения, это решение класса родительский контроль. Там, в нашем случае, это решение Касперский Safe Kids. Опять же, вот, уже объектом является ребенок, вот. Ну, угроза, вот тут даже целый спектр угроз. Понятно, да, интересно, что еще бывает. Если говорить не о конечных пользователях, нас с вами, а, скажем, об организациях, там же тоже паттерн поведения у сотрудников изменился. То есть, все приходят с личными устройствами, ну, мобильными в первую очередь, и, наверное, хотят получать доступ к корпоративным ресурсам, например, к почте. Желание, естественно, да, как это, запретить. Можно запретить, но тогда, наверное, попросят выдать корпоративное устройство. Вот, но большинство все-таки разрешает доступ, большинство компаний разрешает доступ в корпоративный периметр с личных устройств. Это так называемая концепция Bring Your Own Device. В этом случае встает вопрос контроля, да, то есть разделение персональных, корпоративных данных и защита корпоративных данных удаленно на личном устройстве пользователя. Опять же, другой сегмент, другой класс решений. Здесь у нас решение Касперский Security for Mobile, уже предназначенное там для компаний. Можно привести еще пример угроз. Скажем, возьмем финансовый сектор, ну, банки, например. Да, вот мы говорили про вредоносное ПО, говорили, что довольно распространенный класс этого ПО – это банковские трояны, которые уводят деньги различными изощренными способами у конечных пользователей. Вот чья это проблема? С одной стороны, пользователя, его устройство инфицировано, он мог ввести там логин, пароль в интерфейсе Трояна, который прям очень похож один в один, да, на интерфейс банковского приложения, просто его перекрывает с собой. Вот, ну да, что будет пользователь делать, потеряв деньги? Ну, обратиться в банк. Для банка что это? Ну, по крайней мере, время там на разбор этого инцидента, там, репутационные какие-то риски. Ну, безусловно, да, да, есть какой-то там спектр, так сказать, вопросов. Что банки в этом случае, какие привитивные меры принимают? Ну, стараются защитить свои приложения от такого рода угроз. Как они защищают? Либо рекомендуют установить антивирус, либо интегрируют какие-то компоненты, защитные к себе в приложении. От кого они берут? Откуда они берут эти компоненты? Ну, как это, у самих экспертизы, наверное, нет. Да, а если есть, то, в общем, не такая, как у известных вендоров security. Соответственно, они приходят и уже просят у нас, лицензируют наши технологии и защищают свои приложения нашим SDK. Ну, это, кстати, мне кажется, Сбербанк онлайн, там у него когда загружаешь, типа вот из того, что так в голову пришло, типа сейчас там проверка на антивирусы, вот всякое такое где-то в каком-то таком банкинге я видел, по-моему, в Сбербанке, но не знаю уж там как бы с кем и что там они. Все верно. При запуске Сбербанка он пишет, что идет проверка антивирусом. Вот этот... Хороший пример. Понятно. Ну, первый вариант предложить поставить антивирус, это понятно, самый такой простой, но как бы он, мягко говоря, ни к чему особо не обязывает и навряд ли какой-нибудь пользователь на это более-менее так отреагирует. А вот здесь, да, Константин, извините, здесь вот есть нюанс, даже если пользователь установит антивирус, его еще нужно правильно сконфигурировать, и как это банк не получит обратную связь о работе этого антивируса. т.е. не узнает результат его работы, не узнает дополнительные риск-факторы, которые присутствуют в окружении банк-клиент. Ну, да-да-да, поэтому, конечно, вариант встраивать в себя, мне кажется, более такой правильный подход. Хорошо. Ну, ладно, что-то еще какие-то, какие-то типы, направления остались, примеры? Ну, вот мы касались веб-фильтра, вот, то есть его часто относят к антивирусу, но все-таки это немножко другой компонент, вот, то есть он на трафике, там, в браузерах может фильтровать контент по, там, определенным категориям, то есть фишинг маловара, это, безусловно, всегда делается, там, да, дальше есть вот возможность, там, более тонкой настройки, например, оружие, там, порнография, какие-то определенные, там, магазины, вот, то есть это все можно, ну, там, скажем, суицид, да, вот, все это можно фильтровать. Слушай, ну, я, насколько знаю, обычно, там, ну, в самом верхнем уровне это просто на уровне ДНС отбрасываются, да, там, и у Яндекса есть, там, свой ДНС, и у всех, кого угодно есть, там, больших таких провайдеров, такие, как сказать, белые, белые ДНСы, которые, там, отфильтровывают что-то, но я сам понимаю, что этого все равно мало, да, это, ну, как бы, да, можно фильтровать какую-то часть, там, заведомо известных ресурсов плохих, но более, наверное, все-таки точный вариант – это именно фильтровать именно контент на лету, то, что прилетает даже, как бы, с каких-то, вроде бы как, нормальных ресурсов. Ну, да, то есть фильтрация по ДНСу, многие используют ее, вот, но она действительно не настолько эффективна, насколько эффективна фильтрация по контенту страниц или хотя бы по URL, потому что на одном домене может висеть много разных поддоменов страниц с разным контентом и с разным уровнем опасности. Понятно. Так, ну, что, давай тогда, наверное, ты как раз-таки вроде так более-менее какие-то типы, виды, там, направления атак на угроз вроде так рассмотрели. Если что-то еще осталось, то дополни, тогда если нет, то предлагаю перейти немножко, вот, ты уже упоминал там такое слово SDK, я читал там, что у вас вроде есть некое такое ядро, на основе которого строятся разные вот различные предложения, в том числе, которые ты уже там упоминал, да. Вот интересно было бы послушать, знаешь, про техническую вот эту часть этой штуки, то есть, что это за SDK, что оно там из себя представляет, и дальше, как, соответственно, строятся поверх уже приложения на основе этого SDK. Вот, опять же, насколько я понимаю, мы сейчас говорим только, это SDK, оно только в контексте там Android, либо оно вообще единое там, в том числе и для iOS, и для Android, прямо вот такое кроссплатформенное. Давайте поясню. Давай. Начну издалека. Откуда появляются вот все эти фреймворки SDK? Появляются они тогда, когда возникает необходимость что-то переиспользовать. То есть, если ты делаешь там одно приложение, вот, то, как правило, да, там внутри какая-то модульность у, ну, в случае там зрелых подходов, она присутствует, вот, но когда у тебя есть целый портфель продуктов, которые используют общие технологии, вот возникают вот эти фреймворки SDK, в нашем случае компания уже много-много лет занимается вот этими антивирусными, там, базовыми технологиями, они годами совершенствуются, их невозможно создать там за год, за два. Ну, безусловно, безусловно. Это глубокая экспертиза. Поэтому во всех наших компаниях, продуктах используются, в общем-то, одни и те же движки, да, антивирусные, там, движки контентной фильтрации. Как эти движки попадают в продукты? Ну, с помощью неких компонент, да, то есть, для того, чтобы обеспечить мультиплатформенность, движки пишутся там, носи, на C++, вот, и компоненты, соответственно, поставляются в виде так называемых, там, Product Development Kit PDK, причем во все платформы, да, там, Windows, Mac, Linux, Android, iOS и так далее. В случае с мобильной разработкой мы вокруг этих компонент делаем уже фреймворки, вот, и переиспользуем уже, там, на уровне фреймворков, во всех наших продуктах. То есть, нам, по большому счету, для того, чтобы, там, из, там, сложного, так называемого комбайна, да, комплексного решения, там, скажем, скрыть, там, часть компонент или, там, что-то добавить, для нас это просто, вот, потому что это все сводится к переставлению кубиков, да, или, там, к добавлению новых кубиков. Если говорить, вот, про SDK, у нас есть публичный SDK, который, вот, скажем, известные банки используют, либо, там, наши партнеры для разработки решений, то есть, этот SDK базируется на тех же фреймворках, на тех же компонентах, вот, то есть, уровень reuse, он, на самом деле, чуть ниже находится, чем, вот, этот публичный SDK. Вот, и поскольку мобильная разработка, она все-таки чуть-чуть отличается, там, на Android, на iOS, там, на Tizen, там, на Symbian, на Windows Phone, все-таки есть на каждой платформе своя специфика, ведь, там, конечные приложения, они все-таки пишутся, там, на разных языках, вот. Соответственно, вот, кроме вот этих общих C++ фреймворков, есть уже платформ-специфик фреймворки, да, которые, на которых уже базируются приложения под конкретную платформу. Ну, то есть, у вас, как бы, вот эти вот ядро, скажем так, назовем, там, основное, там, Core, Core, SDK, это, там, CC++, ну, как бы, чтобы быть быстро, эффективно, кросс-платформенно по максимуму. А дальше, поверх этого, у вас есть еще некий слой абстракции, платформа зависимой, скажем так, да, которая просто инкапсулирует в себя вот все функции этого основного ядра, ну, скажем так, и уже конечному пользователю, ну, разработчику имеется в виду, да, пользователю-разработчику предоставляет уже интерфейс в его привычной среде, то есть, там, если это Android, это, наверное, что там, ну, Java, соответственно, или Kotlin, может быть, я уж не знаю, сейчас тоже про это расскажешь технологии. Вот, расскажешь сейчас про технологии, да, какие там вы что используете, вот, для iOS это, очевидно, там, Objective-C или там Swift, наверное. Вот. Swift, вот. Ну, то есть, видишь, вы такие даже, так сказать, там, в ногу со временем, у вас там уже Swift и Kotlin, вот. Интересно, расскажи, вот, какие вот такие, вот, может быть, какие-то услышать, да, там, ключевые, что называется, слова-словосочетания, да, там, вот, Kotlin, Swift, окей, что вы там, как бы, современные версии какие-то, да, всего этого юзаете? Ну, поделись немножко такой информацией, если можешь. Ну, здесь, на самом деле, нужно соблюдать баланс, да, мобильные платформы и технологии, они очень быстро эволюционируют, и постоянно появляются какие-то новые фреймворки, там, мультиплатформенные, вот. То есть, с одной стороны, хочется броситься и, как это, в ногу со временем, да, и пытаться там что-то новое использовать. С другой стороны, многие вот эти фреймворки, они приходят и уходят, да, вот, у нас есть довольно негативный опыт работы с некоторыми из них, да, ну, скажем, с Амарином. Вот, поэтому, как это, мы пытаемся соблюсти баланс. Вот, то есть, то, что все-таки опробовано, проверено, доказано, что это хорошо, мы переключаемся. Иначе мы пробуем, вот, пробуем. Если видим, что да, летит, тогда используем. Вот, скажем, Kotlin, безусловно, да, мы постепенно на него переключаемся, да, то есть, ну, нельзя же, опять же, все бросить и переписать там приложение там с Java на Kotlin. Но можно там новые модули писать на Kotlin. То же самое со Swift. Вот он пришел на смену Objective-C, попробовали, да, хорошо. На Objective-C мы уже там несколько лет ничего не пишем, там, все новый, весь новый код именно под iOS пишется на Swift. Слушай, а вот тут, знаешь, такой интересный момент. Вот, смотри, ты сам сказал, что там мобильные, в смысле, мобильные приложения, платформы, там, Android, iOS развиваются очень все быстро, стремительно. И вот здесь, ну, то есть, вот, например, на десктопе, да, там, если взять какой-нибудь, тем более, Linux, в отличие там от Mac, то вот можно на нем спокойно сейчас запустить приложение, написанное, там, не знаю, 10, 15, 20, 50, 100 лет назад. Оно там, скорее всего, будет работать, потому что в основном все тулзы, там, не знаю, какие-нибудь GCC и прочее, все там backward compatibility, все там поддерживается и работает. В случае мобильных каких-то вот окружений, да, платформ, здесь ситуация немножко другая, потому что вот вендоры мобильных платформ, там, Android, это Google, соответственно, Apple, iOS, да, они, конечно же, заинтересованы в новых фичах, и они, в общем-то, не стесняются там отрубать, периодически развиваясь, да, отрубать вот этот хвост из старых каких-то версий, да. И тут, соответственно, ты всегда вынужден, в силу такой динамики, вынужден подстраиваться под все это, вот, то есть все время поддерживать новую версию, которую там они взяли, потом они взяли, там, поменяли, им захотелось, там, в какой-то версии, как сейчас помню, iOS, значит, они там взяли, решили, что вместо int, им теперь надо uint 64 перейти. Ну, вот просто, ребята, со следующей версии он будет deprecated. Надо, хотите, переписывайте. Не перепишите, ваш софт тупо не запустится там на девятке или на восьмерке, я уж не помню там версии. Вот твое отношение к этому, что ты думаешь про все это? Ну, все-таки я не совсем согласен, да, что приходится там переписывать. Вот за счет как раз вот разделения слоев, за счет того, что вот базовые компоненты у нас на C, C++, в общем-то проблем-то там нету. То есть они вот как раз за счет того, что, как это, они когда-то написаны, и обратная совместимость все-таки поддерживаются в операционных системах на вот этом базовом уровне, вот. То есть их менять, в общем-то, практически не приходится. Вот. Что касается там более высокого уровня, там, ну, да, там постоянно там в новых версиях Google особенно там что-то деприкейтит, и Apple, да, бывает такое, вот. Но, как правило, это не массово, вот, и с какой-то целью, да, с целью, ну, например, там повышения, там, безопасности, отказов от каких-то несекьюрных старых сетевых интерфейсов, либо с целью поддержки новых устройств. Вот этот пример с 64-битами, ну, да, ну, как бы мир изменился, 64-битные устройства надо поддерживать. Вот. И Google, и Apple, да, выдвинули эти дополнительные требования несколько лет назад. Да, пришлось сделать, но это скорее там про эволюцию. Ну, это, да, конкретно этот пример, да, скорее про эволюцию, чем что-то такое. Слушай, а вот, ну, то есть в целом не так все страшно, в общем-то, да, понятно, что вот за счет, может быть, такой более-более правильной архитектуры и то, что они низкоуровневые компоненты, все же не на Swift, там, не на Android, не на Java написано, там, а именно на CC++, да, достигается вот эта такая менее болезненная, скажем так, обновляемость и версионированность какая-то компонента. Ну, да, все верно. Мы просто сталкиваемся немножко с другой проблемой, то, что у нас используется довольно, ну, много там всяких фреймворков платформенных, уже там API-платформы, и из-за того, что на Android многие вендоры устройств, особенно до появления вот этого Google Compatibility Suite и тестов Google, они, в общем-то, меняли поведение андроида, вот, и появлялась вот эта девайс-специфика, то есть приложение может хорошо работать на стоковой версии, а на каком-нибудь там китайце оно может вообще не запускаться. Вот такая проблема существует. но решается, опять же, за счет аналитики, там, получения обратной связи от пользователей и выявления вот этих проблемных устройств. Ну, и действительно, там часто приходится что-то дотачивать из-за проблем в прошивках вендоров. Бажат, мягко говоря. Ну, все мы люди. Слушай, я, кстати, вот об этом как-то не задумался, а сейчас ты сказал, я понял, да, ведь там всякие Samsung, не знаю, Xiaomi, у всех стоит не стоковый Android, а по сути своя вообще прошивка, да, и вот насколько вендоры так глубоко влезают туда, да, то есть вот что прям меняют какие-то системные вообще API, скрывают целиком полностью, там, добавляют свои, либо как-то их кастомизируют. Вот я, честно говоря, думал, что вот какие-то более системные вещи, они остаются, так сказать, или там Google, может быть, как-то прописываешь, они не должны трогаться, меняться. Вот расскажи немножко про это. И ты еще упоминал там какой-то compatibility suite, просто это тоже расскажи, что это когда он появился. Я как не мобильщик, поэтому немножко не знаю, что это. Ну, давай поймем, зачем они это делают. То есть появился Android, Android, ну да, open source, ну да, Google, там, его лицензирует, там, какую-то денежку получает. Но желающих выпустить устройства на Android много, а Android один. А всем же хочется выделяться. Ну, как выделяться? Нужно либо, ну, то есть давать какой-то дополнительный value пользователям. По какому пути пошли? Ну, понятно, что на уровне железа можно, там, да, там, камера круче, там, не знаю, экран круче. Вот. Но как это, на уровне софта тоже надо. Вот. А какого софта? Там либо предустанавливать какие-то приложения. Таким путем некоторые вендоры шли, но, опять же, он не очень хорош. Да, там, пользователь получается, устройство, в котором, там, куча непонятных приложений, ненужных, вот, занимающих место. И которых удалить нельзя, что самое ужасное. Ну, бывает такое, да. Да. Бывает, кстати, что и в прошивке трояны идут. Да. Бывает, удалить нельзя. Другой способ, это все-таки встраивать какие-то свои оболочки от вендора и какие-то встроенные функции. Так, чтобы устройство из коробки несло больше value пользователя, чем устройство других производителей. Вот за счет чего это можно сделать? Да. За счет изменения тех встроенных приложений и функций устройства, с которыми он больше всего взаимодействует. Ну, пример, звонилка. Да, то есть, для чего нужен телефон в первую очередь, да, то есть, получать звонки, там, что-то писать. Вот начали с этого, там, меняют мессенджеры, меняют звонилки. Как это может сказываться, там, да, ну, скажем, хранилище контактов, смс, оно может, там, куда-то переместиться, может быть, там, закрыто, там, дополнительными пермишинами, может быть, ну, бага какая-то, может быть, просто банально. И, там, соответственно, те приложения, которые работают вот с такими сущностями, как список контактов, хранилище смс, они уже могут вести себя некорректно. Ну, из-за того, что, там, сами приложения, сами хранилища модифицированы. Вот чем твое приложение больше выходит за пределы песочницы, в том плане, что используют какие-то функции устройства, тем больше у тебя проблем будет с девайс-спецификой. А в нашем случае, поскольку мы защищаем и браузер, и, там, звонки, и контакты, и данные пользователя. Соответственно, в нашем случае этих проблем особенно много. Да, понятно. Понятно. Слушай, а расскажи тогда немножко вот про, ну, соответственно, вообще проблем много, да, так сказать, сколько у вас там разработчиков вообще, какая у вас есть команда, кто пытается эти проблемы решить, и как вы вообще между собой взаимодействуете. То есть, вот, может быть, немножко такие, ну, хотя, или, может быть, даже, знаешь, правильно сказать, начать вот с каких-то жизненного цикла, и как раз, мне кажется, в этом контексте будет гармонично рассмотреть все эти моменты. То есть, вот жизненный цикл вашего какого-то там софта, релиза, то есть, как вы собираете, вот ты уже упоминал про обратную связь, да, там, и какие-то вот… Ну, давайте начнем с простого, да, постановка там задачи, чего мы хотим нового добавить, либо устранить все этапы, там, ну, и затронем вопрос там и автоматизации, и как раз-таки команды, и обратной связи, вот это все. Ну, непростой вопрос, просто потому, что непонятно, с чего начать, как начать, как правильно начать на него отвечать, потому что мы построили разработку, которая, как мне кажется, очень сильно отличается традиционный. Давай поясню, почему. Вот мир несколько лет назад нашими глазами. Есть продукт, ну, допустим, KISS for Android. Есть roadmap. Ну, на год вперед, скажем, там, сетка релизов. Вот, есть планирование, и, соответственно, ну, сколько релизов там, да, ну, как это, пять лет назад был там один релиз в год, там, три года назад было четыре крупных релиза в год. Сейчас у нас, ну, релиз там, условно, каждую неделю. Вот, то есть, какие проблемы у нас были еще несколько лет назад? Фазы были, как это, фазы шли одна за одной. То есть, сначала была фаза, ну, как по классике, там, да, сначала давай попланируем, потом поразрабатываем, потом потестируем, постабилизируем, потом, как это, выпустим релиз, потом, значит, запаблишим, там, получим обратную связь от пользователя, ну, и, там, еще раз так же сделаем. Вот, хреново все это работает, вот, то есть, почему хреново? Потому что мобайл – это про continuous процессы, да, то есть, у пользователя там, да, что-то там прилетает постоянно обновления, новые фичи, вот, то есть, времени, времени, то есть, нужно сокращать time to market, условно, да, то есть, если мы видим проблему, проблему или, там, новую возможность, там, новую фичу, мы должны максимально быстро выпустить, донести ее до пользователя. Соответственно, вот, все эти процессы разработки, они должны и у нас строиться на том, чтобы, вот, сократить этот time to market. И мы полностью отказались от фазы планирования, полностью, ну, практически свели к минимуму, там, фазу тестирования. У нас сейчас continuous процессы. Что это означает? У нас есть continuous планирования. Там, от сетки релизов мы перешли к парадигме мышления по фичам, вот, то есть, есть бэклог, бэклог единый для продукта, вот, есть, там, регулярный бэклог груминги, где, там, стейкхолдеры могут, там, что-то принести, могут внести, там, коррективы, вот, но главное, что работает, там, принцип тотальной прозрачности. Вот, то есть, каждый, в каждый момент времени, не спрашивая, там, кого-то, может зайти и посмотреть состояние бэклога и статус по каждому требованию. Причем, по каждому требованию понятно, какой ценности для кого оно несет. То есть, мы ввели классификацию вот этих ценностей для пользователя, там, для продаж, там, технический долг, там, для регулятора. Каждый видит трудоемкость выполнения, там, требований, там, условно, мы ввели continuous практику high-level анализа и high-level эстимации. И прогноз, то есть, по бэклогу мы понимаем, когда примерно какая фича дойдет до пользователя. И, соответственно, команда разработки, она уже как конвейер, там, берет, там, следующую фичу и по методологии, там, близкой к канбану, соответственно, эту фичу делает. То есть, мы стараемся не переключать команду, там, на, там, какие-то другие фичи, пока фича не сделана. Дальше, за счет высокого уровня автоматизации, а вот в классической пирамиде тестирования, да, вот внизу, там, юниты, там, в середине, там, интеграционные тесты. Ну, да-да-да, и end-to-end наверху. Да, сверху end-to-end, вот, в общем-то, для того, чтобы сократить фазу стабилизации, ну, из чего она там состоит? Ну, раньше ручные тестировщики, там, по тест-плану, там, гоняли какие-то, ну, какие-то тест-кейсы, весь тест-план. Соответственно, тест-планы у нас теперь выбираются, там, в зависимости от изменений составляются, да, то есть он в зависимости от скоупа релиза. И все основные тест-кейсы, там, самые популярные, ну, accept это понятно, там, да, и самая популярная часть регресса, которая по историческим данным видно, что она гоняется чаще всего, оно автоматизировано вот этими end-to-end тестами. Соответственно, как это, приемка и тестирование, оно сводится, там, у среднего релиза, там, 1-3-4 дня, в зависимости от скоупа. Соответственно, и, там, мы можем делать, там, несколько, там, фич параллельно. Вот. И, соответственно, пришли к тому, что, вот, цикл, он, то есть, где-то в среднем мы выпускаем по релизу каждую неделю для каждого продукта. Вот. Если говорить про релизы с таким ценным для пользователя скоупом, что-то заметное, там, да, что пользователь видит, что несет ему ценность. Здесь у нас в среднем где-то раз в три недели выходят такие фичи. Слушай, а вот интересно расскажи, ты сказал, что вот выбирается, выбирается, так сказать, набор тестов, да, выбирается в зависимости от скоупа изменений. Это происходит у вас сделано на основе именно вот тех самых расставлений, условно говоря, скоупов в задачах, либо как-то автоматизировано на уровне анализа исходников? Ну, вот, к сожалению, автоматизировать на уровне анализа исходников мы еще до этого не дошли, там, да, вот, все-таки надежда на человека, то есть, это, как это люди определяют, какие компоненты, какие подсистемы затронуты. Ну, понятно, понятно, да. Ну, просто, конечно, бы хотелось в идеале прийти, знаешь, как в такой некой, ну, в идеальном мире, да, когда у тебя там весь код красиво разложен там на компоненты, изменения в компонентах, есть граф зависимости всех компонентов, модулей, и на основе анализа, так сказать, там, гид, диф, условно говоря, между релизами, да, можно понять, что было затронуто, и это автоматически понять, как это мапится на тесты. Ну, это такой идеальный мир, который, я не знаю, но хочется верить, что когда-нибудь будет достижим. Ну, вот, да, мы с тобой, как технари, хотели бы, наверное, там, да, но как это, во мне уже не первый год живет менеджер, вот, и я на самом деле понимаю, что, наверное, это и не нужно делать, вот, то есть у всего есть какая-то юнит экономика, там, PNL, вот, конечно, разработчикам хочется, там, идеала, вот, сколько бы они не смотрели на свой код, там, им хочется его переписать, иначе они не растут, вот, но все-таки нужно останавливаться, да, то есть в какой-то момент дополнительной ценности это уже нести не будет, вот, и опять же, вот, важная идея, которая заложена в процессах нашей разработки, что, в общем-то, как это, есть право у разработчиков, там, у тестировщиков на ошибку, да, то есть если мы эту ошибку совершили, мы ее гарантированно или практически гарантированно отловим на следующем этапе, потому что мы не раскатим этот билд там всем пользователям, да, а у нас есть беты, у нас есть поэтапная раскатка, и там мы уже снимаем там автоматические метрики качества, то есть мы видим, что пользовательские сценарии проходят, и, соответственно, вкладываться в инлаб-тестирование, там, дополнительное, там, да, вылизывать, все-таки, наверное, не стоит. Ну, понятно, я с тобой полностью согласен, я сам тоже, как бы, уже считаю, что в какой-то момент, да, надо немножко находить равновесие и не пытаться все прям супер-супер лезть. То есть, когда затраты значительно превышают результат, да, выгоду, они становятся не такими интересными и привлекательными. Это вот, опять же, возвращаясь к инструментам, которые предоставляют Google и Apple, вот это вот очень помогает там консоль, то есть консоль разработчика, она в себе даже имеет такие преланч-тесты, вот, то есть Google и Apple тестирует базовый набор сценариев при публикации продукта. И дальше можно регулировать и аудиторию, на которую дистрибутив раскатывается, и получать вот эту обратную связь в виде метрик. Вот, если что-то идет не так, мы это видим и управляем объемом пользователей, на которых, которым этот дистрибутив доступен. Это защищает от массовых ошибок, а ошибки, конечно, бывают, допустить их и увидеть там на небольшой группе пользователей, это с моей точки зрения не страшно. Ну, понятно, понятно, да. Слушай, ну, ты, я тебя чуть, наверное, так прервал, да, отвлек на вот эти детали, вот ты как бы так хорошо рассказал, как у вас там что-то такое аджайло-подобная канбана штука, да, вот расскажи немножко, может быть, поподробнее теперь, как вот с точки зрения релизов, да, ты уже там упоминал, что у вас там несколько стейджов, ну, понятно, что у вас там все это автоматизировано где-то собирается, готовятся, так сказать, там эти релизы, да, вот немножко дальше там какие есть стейджи, как вы все это дальше потом публикуете, вот тут, наверное, может быть, как раз-таки затронем тему, вот я так понимаю, что у вас АБ-тестирование какое-то тоже, наверное, есть, нету, да, или только вот каналы, или АБ тоже какой-то есть, как вот вы там новые. Ну, и вообще, кстати говоря, интересно, ну, давай вот это обсудим, а потом будет интересно, знаешь, что, обсудить всякие внедрения каких-то новых штук, фич, вот, как проверка, насколько они там хороши, ну, так называемые эксперименты, да, я думаю, будет интересно. У нас есть так называемый Continuous Deployment Pipeline, то есть внутри компании, немножко отступлю в сторону, у нас используются общие инструменты, ну, по возможности, да, то есть всегда есть какая-то платформа-специфика, но все-таки мы стремимся к тому, чтобы ILM-система у нас была одна, то есть в качестве ILM-а мы используем TFS, вот, и живем все в одном монорепозитории. Вот этот монорепозиторий мы там второй год уже достраиваем, там, да, то есть уже отказались от своих отдельных сборочных конвейеров, от отдельных реп, вот, и переехали вот в единую. И, опять же, там, любое изменение в каком-то коде базовых компонент, оно триггерит, там, сборку и тестирование по всем зависимостям. Это позволяет защититься от ошибок, и вы, если они есть, вы там, выявить их на ранних этапах. Вот, вот, парадигма зеленого мастера, мы ее внедряем, там, в таких проектах, как KIS for Android, она уже работает, вот, то есть в любой момент времени у нас, мы готовы к релизу, да, то есть мастер собирается, тесты зеленые, вот, все в целом хорошо. Вот, в этой парадигме, как это, ну, понятно, что на пул-реквестах гоняются только быстрые тесты, поскольку они должны, коммиты, там, проходить достаточно быстро, там, да, вот, поэтому это ограниченный сет быстрых тестов, вот, дальше, когда GILD идет в тестирование, он идет, там, сначала на автотесты, то есть у нас есть ферма своих устройств, вот, расположена в офисе, и, ну, то есть это реальное устройство, вот, плюс дополнительно ферма с достаточно большим количеством эмуляторов, вот, на ней гоняются и интеграционные, там, и end-to-end тесты, соответственно, когда он идет в ручное тестирование, ручное тестирование уже по факту-то в большинстве случаев сводится к такому исследовательскому, да, то есть запустил, посмотрел, там, погонял, вот, то есть основное, там, пройдено автоматикой, вот, в этот, в каждом, ну, да, когда фича закрывается, PM получает, ну, некое письмо, его спрашивают робот, достаточен ли скоуп для выпуска релиза, то есть если PM думает, или, там, заказчик предварительно сказал, что нет, это самое, следующий релиз обязательно, там, еще какая-то фича, вот, ну, PM ничего делать не будет, да, вот, как только PM поймет, что скоуп достаточен, вот, он говорит, окей, давай, как это, выпускать дальше, соответственно, в этот момент Continuous Deployment Pipeline уведомляет нам тестировщиков, те смотрят, говорят, да-да, мы посмотрели, окей, нажимает кнопочку, вот, автотесты в этот момент, там, все прошли, дальше, там, в зависимости от решения, опять же, это PM решает, там, кнопочку нажимает, мы либо проводим, ну, отправляем этот билд во внутренний ИРО, а мы, компания достаточно большая, и все сотрудники на своих устройствах, ну, все, не все там, да, но мы бы хотели, чтобы все записаны и участвуют вот в этом интеново рулауте, то есть они получают ранние версии наших продуктов, то есть, вот, пул таких тестировщиков у нас в случае с мобайлом состоит, там, из нескольких сотен человек, вот, если требуется, мы можем сначала раскатить билд им, цели здесь две, да, то есть, либо это какое-то такое заметное, заметная фича, и мы хотим собрать обратную связь внутри сначала по ней, либо мы, там, сильно сомневаемся, там, в качестве, и хотели бы, не хотели бы рисковать, не хотели бы отдавать внешним людям, а хотели бы сначала посмотреть на своих, то есть, это такой опциональный шаг. Если PM считает, что нет, ИРО не нужно, нужно отправлять сразу в бету, окей, он нажмет отправить в бету, соответственно, наш Continuous Deployment переложит в Store, то есть, все это делается, естественно, через магазины приложений, вот, то есть, переложит в магазине приложений дистрибутив из одного канала в другой, и он средствами Store уже разольется вот этим внешним бета-тестировщиком. Мы увидим, там, обратную связь, там, соберем метрики, увидим, там, на наших мониторах, вот, если все хорошо, то запускаем процедуру, там, выпуска релиза, там, опять же, несколько человек, там, с этим соглашаются, там, нажимают кнопочки, опрувят, вот, после чего считается, что технический релиз готов, и автоматически начинается публикация, это означает, что будет перекладываться, там, уже из бета-канала, становится доступен в публичный, то есть, там, и в публичных каналах, в случае с Google, можно выбирать процент пользователей, на который будет доступна версия, там, им можно достаточно гибко управлять, в случае с iOS, ну, там, by default, поэтапная раскатка идет неделю, но ее, в общем-то, можно в любой момент, либо остановить, ну, либо ускорить, то есть завершить, вот эта раскатка идет, там, количество пользователей, которым доступен дистрибутив, который автоматически им доставляется, увеличивается, мы смотрим за метриками, если что-то идет не так, ну, мы останавливаем раскатку, и, соответственно, выпускаем исправленную версию. К счастью, вот, в последние годы, то самое, таких остановок, ну, практически не было, да, то есть, за счет вот всех этих предварительных тестов, за счет бета-версии, вот, то есть, если что-то на реальных пользователях отлавливаем, то, как правило, вот на бета-версии. Ну, как-то так это работает. Слушай, понятно, да, интересно, а вот расскажи, вот эти вот, там, порядка 100 человек, которые там внутренне, это все же, ну, реально пользователи, которые там запускают, смотрят, потому что, вот, ведь у тестировщиков, ну, как мне кажется, одна из, в том числе, как бы, помимо того, что просто найти какие-то баги, но еще, ну, вот из моей практики, тестировщики нередко давали какой-то интересный фидбэк, полезный фидбэк в плане, там, user experience, да, что вот, ну, вот, вроде бы все сделали, вроде бы там дизайнер нарисовал, да, все понятно, красиво в статике, там, или даже в каких-то мокапах. Дальше там программисты вроде все это реализовали, сделали, вроде как бы все соответствует, а конечный пользователь начал пользоваться, ну, конечный пользователь в данном случае, например, тестировщик, да, потому что он это получил первым. Говорит, слушайте, ребят, ну, что-то вот здесь вот тут немножко неудобно, вот, вот надо бы чуть-чуть по-другому сделать, то есть, реально такой фидбэк предоставлял. Вот те ваши 100, там, ну, порядка 100 человек, которые, скажем так, альфа-тестеры, да, получают самые-самые первые что-то такое, они прямо вот смотрят и какой-то такой фидбэк дают, или это же все же вот, ну, то есть, что это за посты? Это же не прямо вот 100 человек, которые у них там роль непосредственно тестировщик, альфа-тестировщик, да, это в том числе там, ну, ты там, понятно, как руководитель и тоже там у себя подписан, зайдешь, потыкаешь, посмотришь, но как бы это не то, что прям фулл-тайм изучение, там, какой-то анализ. Ну, да, все верно, более того, вот этими альфа-тестировщиками не являются там ни я, там, ни члены команды, там, да, потому что у нас все-таки такой глаз замылен, и мы смотрим там более ранние версии, то есть, это обычные люди, там, сотрудники компании, как правило, там, представители других подразделений, там могут быть, там, HR, бухгалтеры, там, кто угодно, вот, и, опять же, мы, когда хотим получить обратную связь, когда в чем-то сомневаемся, там, по новой фичер, мы пишем вот на специальную группу рассылки информационное письмо, что вот, друзья, выпустили новую версию, она сейчас вам прилетит, посмотрите, пожалуйста, там, дайте обратную связь, вот, то есть, за счет того, что их там у нас несколько сотен все-таки, вот, то есть, понятно, что, как это, для них это, ну, не основная работа, там, да, и даже не работа, вот, то есть, это самое, они, как это помогают из интереса, вот, но, тем не менее, как правило, несколько десятков отзывов мы получаем, вот, более того, то есть, это действительно очень сложный вопрос, вот, если у вас есть, там, ответ, дайте, там, да, вот, то есть, как все-таки мотивировать сотрудников компании, там, да, там, ну, не твоих прямых подчиненных, это уже, как это, не мотивация, там, да, активнее участвовать в этом внутреннем тестировании, вот, то есть, ну, мы что делаем, там, да, всячески популяризируем, вот, там, выводим на мониторы, там, да, ты записал все в ИРО, там, пишем статьи на интернете, вот, там, делаем рассылки, были интересные вещи, там, как бы, ну, хотят сотрудники подключить личное устройство к корпоративной почте или, там, корпоративному, там, не знаю, VPN-у, вот, пишут заявку, а им в ответ, это самое, IT-департамент, вот, выполняет заявку и делает приписку, что, вот, осмотри, у тебя есть еще такая возможность установить продукты, там, установи, опять же, там, всем сотрудникам, там, даем, там, бесплатные ключи для этих продуктов, даем, там, ранние версии, там, с какими-то интересными фичами, это тоже является определенным мотиватором. Ну, и, конечно, там, раз в квартал пишем большую статью на всю компанию, где награждаем самых активных участников ИРО такой достаточно существенной сувениркой. Ну, прикольно, тот первый мысль, который, собственно, приходит в голову, знаешь, это как раз-таки вот те самые, какая-то геймификация, ну, то есть, знаешь, какие-то поощрения, система, там, поощрений, может быть, как игра, что, да, вот, найди, где-то, конечно, это доходит до абсурда, когда просто, но вот такая идея в том, чтобы ввести какие-то, там, маленькие, там, не знаю, награды, там, медальки, монетки за вот какой-то фидбэк, и тем самым, да, вот такой выбирать, награждать, мне кажется, это, ну, неплохой вариант, а как бы он и приятный, и мотивирует, и в нем нет чего-то такого, там, обидного, или плохого какая-то, это вот, мне кажется, хороший вариант. Да, вот геймификация, это вообще, в общем, прикольная тема, вот, и в продакшене тоже вот мы начинаем думать над этим, интересно, да. Ясно, хорошо, слушай, ну, а расскажи теперь вот, вот, наверняка же у вас там вот, когда появляется какая-то новая фича, что не сразу же ее выкатывать всем, да, а ее надо как-то понять, там, проверить где-то на какой-то части, вот, это мы подходим к вопросу, там, обе-тестировании каких-то экспериментов, о том, там, не знаю, взяли, там, кардинальный UI поменяли, да, не каждому оно может понравиться, как вы вот с такими, наверняка у вас такие задачи, ну, повседневной жизни вашей присутствуют, как вы их решаете? Ну, вот тут есть два подхода, давай сначала расскажу про один, который применяется, там, для новых продуктов, там, для крупных фич, то есть они же, как это, никто тоже давно не верит на слово, там, да, там, пришел, там, условно, там, продукт-менеджер и говорит, вот, давай такую крупную фичу запилим. Возникает вопрос, там, почему ее, с чего ты взял, что она выстрелит, вот, то есть обычно там проводятся различные маркетинговые ресерчи, качественные, количественные, вот, то есть это такая предварительная работа на тему, собственно, есть такая потребность, будет ли отклик, вот, это одна тема, вот, то есть она, скорее, там, за пределами разработки, такая, скорее, там, предварительный этап, вот, а что касается разработки, вот, мы используем, там, одну из методологий проведения экспериментов, ну, называется growth hacking, вот, как это, взлом роста, это про то, что, ну, мы, кстати, ее не СИС используем, там, а немножко адаптировали, там, под нашу, под наши процессы, это про то, что у нас происходят постоянные эксперименты, вот, то есть идут, внутри команды выделены, там, люди, да, а может, контрибьютить, вообще говоря, то есть участвовать любой сотрудник, выдвигаются идеи, там, гипотезы, там, сначала идеи, да, идея, там, ну, она, там, а я думаю, что так, вот, из идей формируются гипотезы, если, там, мы сделаем то-то, то, там, такая, так, метрика под ними увеличится настолько, да, формируются гипотезы, вот, и идея в том, чтобы уметь проверять эти гипотезы в продакшене на небольшой группе пользователей очень быстро, то есть, вот, на разработку одной гипотезы в среднем уходит, там, вот, ну, я имею в виду не на кодирование, а в целом, там, да, там, проектирование, разработка, тестирование, уходит у нас в среднем где-то, там, 6-7 часов сейчас, вот, и каждую, там, неделю, там, в наших флагманских продуктах мы проверяем, там, по нескольку гипотез, соответственно, происходит это действительно через... Ну, фича флагс, какие-то, как обычно, так сказать, которые включают-выключают на каком-то количестве, или как? Да, 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 то есть, фича флаги, вот, ну, просто в случае с гуглом есть, вот, удобный инструмент, Firebase, там, Remote Config, вот, и Firebase AB Testing, он действительно основан, там, на фича флагах, но удобен он тем, что ты можешь таргетировать определенных пользователей, то есть, ты можешь выкатить эксперимент, там, на определенную страну, на людей, там, с определенными интересами. Интересно. Ну, да, то есть, действительно, это самое, порой, там, самые бредовые идеи выстреливают, то есть, никто не знает, ну, даже нету цели понять, почему она выстрелила, да, то есть, это самое, выдвигаем идею, соглашаемся, окей, давай попробуем, ну, а что не согласиться, там, да, потратим, ну, максимум день, один человекодень, вот, выстрелит, хорошо, не выстрелит, мы тоже научимся, там, да, уже будем знать, что, там, вот такая-то идея, это самое, это, да, не работает, не будем тратить время, да, на, там, разработку полноценной фичи, да, то есть, вместо разработки полноценной фичи можно сделать небольшой эксперимент, который покажет, что фичи-то, на самом деле, ничего и не дают. Ну, да, да, слушай, а расскажи, как вы собираете, вот, понимаете, что фича, там, работает, не работает, то есть, ну, примерно просто какого рода метрики для этого анализируются, там, не знаю, количество кликов или какие-то бизнесовые, ну, просто вот расскажи немножко про это. А вот, когда идея, ну, гипотеза, когда идея превращается в гипотезу, становится понятно, становится понятно критерий успеха, то есть, понятно, на что мы действуем, да, вот, если, условно, есть вот такая пиратская воронка, как ее называют, ААА, РРР, да, аквизиция, там, эворнос, аквизиция, активация, ретеншн, ренью, там, референс, вот, то есть, гипотезы обычно формируются, там, на определенный этап воронки, то есть, это воронка захвата пользователей, то есть, сначала, там, он узнает, потом ты его захватываешь, ну, условно, там, он устанавливает продукт, а потом появляя, нужно, как это, чтобы он добиться вау-эффекта, так называемого, да, что он сказал, да, черт, этот продукт мне точно нужен, вот, дальше, вот, удержание, это ретеншн, вот, то есть, вот, выдвигается идея, выдвигаются численные характеристики, и нужно сделать замер, да, то есть, замер, там, до пользователей, там, с этой фичей, там, без этой фичи, и сравнить, вот, то есть, когда гипотезы выдвигаются, там, атомарно, условно, там, на определенный шаг, там, этап воронки, и они не подвержены, там, влиянию, там, каких-то сторонних факторов, это, на самом деле, хорошо работает, вот, но, опять же, полезно иметь ключевые метрики продукта, да, то есть, вот, ну, что это такое, ну, опять же, зависит от продукта, вот, но обычно такие вещи, как ретеншн и лайфтайм-вэлю, вот, ну, это ключевые, и дальше, там, ну, ретеншн, там, первого дня, там, седьмого, там, тридцатого, вот, и дальше, это сам, уже дерево метрик, то есть, что на это влияет, и полезно иметь эти метрики, там, перед глазами, и видеть, да, как какие-то изменения в продукте влияют, там, на эти ключевые метрики. А немножко расходят, этот ретеншн, как бы, ну, там, первого, там, какого-то, седьмого, это что такое, это как часто после, ну, там, в первый день пользовался, да, или что это такое, ну, так, на человеческий язык? Да, на русский язык перевести, да, вот, пользователь устанавливает продукт, вот, мы его захватили, вот, то есть, это считается нулевой день. В первый день, если он зайдет, значит, он, как это, попадет в эту группу, то есть, ретеншн первого дня, это процент пользователей, которые из тех, что установили продукт в предыдущий день, которые зайдут на следующий день. Понятно, да. То есть, как бы, не очень здорово, ну, да, то есть, вот, продукт может быть, там, установлен, там, у большой группы пользователей, но они могут им не пользоваться. Как бы, надо это, ну, хрен его знает, вот, но скорее нет, то есть, важен, важны такие параметры, как МАО, ДАО, да, там, Дэйли Актив Юзерс, Мансли Актив Юзерс, ну, то есть, все, на самом деле, в современной мобильной разработке основано на даже не дата-дривен подхода, вот, дата-дривен, он, на самом деле, не так хорош, потому что ты принимаешь решения, там, на основе вот этих метрик, а скорее на дата-инфо подходе, когда ты, с одной стороны, смотришь на метрики, вот, то есть, они тебя информируют, а с другой стороны, все-таки включаешь голову, включаешь мозг, вот, и это самое, принимаешь решение уже на основе метрик и, собственно, каких-то вот твоих рассуждений, заключений. Ну, мне кажется, это более правильно, все же, включать голову на всех этапах, но просто включить голову этого мало, надо, чтобы у тебя были еще знания, какие-то данные на основе чего, да, проводить этот анализ включать. Понятно, слушай, ну, интересно, давай, наверное, все же ты еще немножко вот не рассказал про команды, да, так, вроде мы, там, у вас много продуктов, просто интересно, какая у вас, вот у вас там есть какое-то количество мобильных приложений разных, да, интересно, просто это они там все разрабатываются, под каждой есть своя отдельная команда, либо у вас просто большой отдел, который занимается в параллели разработкой нескольких продуктов, да, вот, давай с этого начнем. Ну, отдел у нас сейчас порядка 100 человек, 100 с небольшим, где-то процентов 15 из них стажеры, стажеров мы очень любим, вот. Android разработки чуть больше, чем iOS, и, как это, мы приветствуем желание людей, да, то есть, люди не привязаны к какому-то проекту на всю жизнь, да, они вправе, да, изъявить желание, вот, и мы предложим им возможность переключиться на другой, то есть, такая внутренняя ротация. Ну, это прикольно, это прикольно, потому что в любом случае, так сказать, люди устают даже, как бы там не был круто, интересен продукт, да, вначале есть какие-то вызовы, ну, какие-то внутренние такие вызовы, с которыми ты хочешь преодолеть, столкнуться, да, там, вот, реализовать, узнать архитектуру, потом в какой-то момент, ну, ты уже вроде как бы все понятно, превращается это в там в рутину, как обычно бывает, и, конечно, хочется что-то нового, да, и тут, конечно, поскольку у вас продуктовая такая, как бы, компания, да, то есть, делают конечный продукт, то, конечно, если продукт есть и он пользуется, то он будет жить и развиваться еще много-много лет, и там программисту, конечно, там уже в какой-нибудь может подустать от одного и того же, да, и тут возможность пойти куда-то, так сказать, там, в соседний продукт, который ты еще там не видел, не слышал, или там как-то отличается, чем-то выделяется, это всегда-всегда интересно. Ну, хорошо, это здорово, да, давай, продолжай. Да, вот еще раз, еще маленький момент, то есть, это еще очень здорово для удержания людей, вот, то есть, где-то две трети сотрудников, которые хотят от нас уйти, мы их удерживаем, там, опять же, не деньгами, там, а задачами, вот, то есть, человек приходит, говорит, ну, вот, там, типа, мне вот такое... Скучно стало, да? Да, предложили оффер, я говорю, а, типа, почему? Он говорит, ну, там задачи прикольные. Я говорю, окей, давай, как это, сядем, напишем, распишем плюсы-минусы, какие задачи там, какие у них, вот, и, как правило, оказывается, что если человек интересует задачи, вот, то в нашей команде, там, да, в каком-то другом проекте, там, в нашем же подразделении находятся не менее интересные задачи. Вот это, кстати, тоже интересный вопрос, как вы, вот, пытаетесь эту информацию распространять, да, потому что тут же, ну, проблема стандартная, программист сидит, что-то кодит, он, там, не пошел ни к кому не посоветовался, ничего не обсудил, и такой, вот, все, я нашел оффер, вот, хочу уходить, да, то есть, вот такой, но, вот как вы, там, как ты, как руководитель, да, какие шаги предпринимаешь для того, чтобы вот этот процесс немножко преобразовать к большему пониманию у конечных сотрудников, да, как бы, какие есть возможности, какие есть смежные проекты, что, вот, фидбэк, может быть, чуть более на ранних стадиях собирать. Ну, да, то есть, такая превентивная работа, то есть, мы, да, действительно, долго учились на своих ошибках, там, да, то есть, как бы, менеджеры тоже растут, да, вот, то есть, действительно, в какой-то момент понимаешь, что люди, особенно люди РНД, которые, там, в продуктовой компании, там, делают продукты, это, как это, наше все, вот, то есть, все держится на людях, на ключевых сотрудниках, поэтому понимаешь, что нужно уделять им время, вот, причем много времени, то есть, часто полезно, это, там, не только я делаю, там, все, вот, руководители команд, которые у меня работают, вот, то есть, они ходят и общаются с людьми, то есть, это не просто отношения, там, руководитель подчиненный, вот, это такая командная работа, то есть, там, вместе покушать, вместе сходить, там, поговорить о жизни, там, о семье, о том, там, чего беспокоит, вот, главное, в неформальной обстановке, вот, это очень важно, там, люди начинают делиться, люди начинают воспринимать тебя не как руководителя, а как, там, человека, вот, и это очень, в общем-то, здорово, вот, я со своей стороны, то есть, я всячески пропагандирую и придерживаюсь, там, принципа такой тотальной открытости, вот, то есть, люди должны понимать, почему принимаются какие-то решения, то есть, куда мы идем, какие у него перспективы, вот, и у нас есть такая практика общештабных, общекомандных встреч, где мы в такой обстановке неформальной начинаем обсуждать, там, любые вопросы, которые беспокоят людей, вот, то есть, опять же, даже если ты такой интроверт, вот, ты, как это, можешь, там, заранее, там, анонимно какой-то вопросик задать, да, понятно, да, это самое, когда, там, руководитель выходит и, там, начинает открыто, там, отвечать, там, комментировать, вот, это, в общем-то, людям нравится, то есть, я считаю, то есть, у нас вообще количество, ну, то есть, процент уходов, он такой, даже по сравнению, там, со всей компанией, особенно с индустрией, он очень небольшой, то есть, людям нравится, там, да, они работают, вот, то есть, мы все вместе, как это, не деньги зарабатываем, там, не продукты делаем, вот, а мы строим безопасный мир, то есть, мы несем такую пользу людям, и людей это очень мотивирует, людей мотивирует, что ребята рядом, их коллеги, там, их руководители всегда могут подставить плечо. Ну, это здорово, здорово, что ж, классно. Рад очень, что у вас все так. Ладно, давай чуть вернемся, вот, все же расскажи, как бы, вот, у вас одна отдел, он занимается разработкой прям вот всех продуктов в параллель, либо все же под каждый продукт выделены какие-то маленькие отдельные команды, там, если так, то какой-то там порядок, масштаб людей, участников. То есть, наш отдел, это такой центр экспертизы по мобайлу в компании. То есть, мы занимаемся исследованиями, прототипированием, экспериментами, продуктовой разработкой, сопровождением продуктов. Сами команды продуктовые, ну, да, плюс-минус они фиксированы, вот, то есть, люди переходят, там, ротация есть, вот, на такие коры команды, они, в общем-то, постоянные. Если сравнивать с индустрией, в целом, вот, те данные, которые у меня есть, говорят, что, ну, команда у нас очень маленькая, вот, выводы я тут, конечно, не хочу никакие делать, там, да, вот, то есть, меня иногда удивляет, когда выясняется, что, там, какое-то, в общем, приложение делает, там, 100 разработчиков, там, или 50 разработчиков. Я, в общем, как это никак не могу объяснить, вот, со всем моим опытом, чем они там занимаются, вот, то есть, возможно, там, действительно, все вылезано, классно, там, 100% покрытие тестов, ну, как это, я верю, что можно и 100 человек занять, вот, у нас же, все-таки, команды, там, от двух человек на продукте, я имею в виду разработчиков, до максимум, ну, наверное, 12. Но обычно в команды же входят не только разработчики, даже входят какие-то еще, так сказать, там, ну, и тестировщики в конечном итоге, там, не знаю, какие-то проектировщики в начале, или у вас, прям, по разработчикам, ты представляешь, человек, который полностью, там, и занимается архитектурой, полностью проработкой всего, там, декомпозицией, вот это все. Понятно, понятен вопрос, то есть, первое, это, ну, вот, если говорить про тестирование, все идет к тому, что за качество продукта отвечает разработка, то есть, тестирование все-таки несет такую исследовательскую функцию, вот, и вот отдельно от таких выделенных автоматизаторов, ну, мы постепенно уходим, то есть, если человек автоматизатор, ну, фактически он разработчик. И, опять же, каждый разработчик должен писать тесты. Другой момент, кто отвечает за продукт? Ну, команда отвечает за продукт, то есть, деление, там, не знаю, я это, ты это, оно не работает, вот, то есть, команда отвечает, команда отвечает за качество, вот, поэтому, вот, у нас даже поговорка в свое время была, как это, к пуговицам претензий нет, да, такой костюмчик, нужно сшить костюмчик, там, эта команда шьет пуговицу, это карман, это еще что-то, там, да, в итоге какая-то, извините, хрень получается. Ну, да-да-да, конечно. Вот, поэтому это самое, вот, я с этим борюсь, ну, наверное, всю свою жизнь, вот, то есть, те люди, которые говорят, ну, смотри, я тут-то хорошо сделал, это он, вот, негодяй, это, как это, он от меня не принял эстафетную палочку, вот, нет, мы команда, мы вместе отвечаем, вот, и выделенных каких-то архитекторов, которые, там, значит, один сел, нарисовал схемку, там, передал, там, разработчику, ну, в общем-то, у нас и нет, то есть, у нас есть эксперты, у нас есть, там, один архитектор на всю команду из 100 человек, который, вот, действительно прорабатывает какие-то сложные зависимости, вот, а эксперты, то есть, разработчики, они, ну, растут, там, да, становятся старшим разработчиком, там, ведущим разработчиком, то есть, вот, такие архитектурные задачи внутри приложения, там, да, решают они сами, поэтому и от роли, вот, этих выделенных архитекторов мы тоже уходим, то есть, остаются разработчики, ну, тестировщики, да, есть, там, менеджер проекта. Ну, да, понятно, что менеджер проекта, там, руководители проекта, вот, такие, с этими людьми, понятно, это, как бы, вполне понятные роли, от которых, ну, нельзя отказаться, как бы. Ну, да, то есть, вот, я еще поясню, что, вот, мне кажется, что, вот, чем дальше, там, да, заглядывать в будущее, вот, то, как это, идет такое смешение ролей, то есть, уже нету, там, выделенных, там, разработчиков, тестировщиков, то есть, все, все начинает пересекаться, и все идет в таких универсалов, там, да, вот, скажем, там, если говорить про дизайнеров, да, тоже же раньше было, вот, я проектировщик интерфейса, я графический дизайнер, я UX-ер, вот, но вот это все рвется, да, потому что, как это, костюмчик плохой получается, то есть, отвечать должен один, там, да, как бы, я проектирую, отвечаю за UX, ну, значит, я, там, и спроектирую, там, игра в дизайн сделаю, вот, а все мы команды. Ну, слушай, тут индустрия-то в целом тоже, согласись, если раньше, там, как бы, был какой-то, да, там, отдельный администратор, отдельные, значит, разработчики, а сейчас, это, там, девопсы, сейчас, по факту, тоже, вот, ну, все за все, как бы, все оно единое такое, некая вот, разработка, как ни назови. Да, 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 вот эта идея, то, что не должно быть последовательно, я сделал, там, передал, вот, это, вот, RFO, вот, все continuous process, все непрерывно, все быстро, все быстро, там, сокращение time to market, быстрое принятие решений, меньше бюрократии. Ну, да, да, да. Слушай, как ты думаешь, вообще, куда движется, вот, разработка, там, мобильная разработка в целом индустрии, мы как раз, так, уже философские немножко такие вопросы и размышления о будущем скатываемся, как раз, мне кажется, давай, это, подискутируем и на этот счет. Сложно сказать, сложно сказать, куда скатывается, вот. Все зависит от платформ, видите, вот, 10, там, 15 лет назад доминировал Symbian, вот, а умер он за один год. Что будет, там, через 5-10 лет, ну, как бы, ну, сложно представить. Борьба идет нешуточная, да, как бы, Apple, Google, Microsoft выйти и захватить, вот, рынок, там, принести, там, новую операционную систему, там, новое устройство. Постоянно пытаются, постоянно что-то новое возникает, там, флаттеры, там, еще что-то, там, да. Вот, ну, как бы, как возникает, так, в общем-то, и умирают. Слушай, ну, тут, тут вот смотри, интересно, вот, например, если говорить про веб, да, то как-то последние, особенно буквально, там, не знаю, несколько месяцев, довольно, так сказать, ну, на слуху идея о том, что, ну, сложно сейчас взять и разработать какой-то браузер, там, с нуля. Слишком он сложный, слишком много фич, там, в HTML, в JS, в CSS и везде, поэтому все так или иначе сваливаются к одному Chromium, да, вот, как бы, раньше были же, там, Microsoft, Opera, там, да, сколько у всех были свои движки, что мы видим сейчас? Ну, по факту, единственные, кто не на Chromium, это, собственно, Firefox, да, все остальные, Microsoft Edge уехал на Chromium, Opera уехала на Chromium, миллион других браузеров, они всегда были на Chromium. Вот, интересно, в контексте мобильной разработки, да, есть два гиганта, соответственно, там, iOS от Apple и Android от Google, вот, но, тем не менее, там, всякие какие-то тизины, да, там, самсунговские, еще что-то, вот, там, SalesFish, там, какие-то раньше там еще были. Вот они пытаются появляться, но как ты считаешь, насколько они могут конкурировать, или это все же просто… Ну, конкуренция всегда хорошая, с этим вопросов нет, да, и даже если там какой-то проект, так сказать, появился, попытался поконкурировать, какую-то новую фичу придумал, но умер, эта идея, если это хорошая, ее подхватят гиганты, и она в конечном итоге будет реализована в том же самом, там, Android или iOS. Но вот насколько сейчас вообще, в принципе, может, вот, может так появиться новая операционная система, насколько это реально, чтобы она конкурировала с такими гигантами, как iOS, там, и Android? Ну, вот, все-таки эти операционные системы, вот, о которых вы говорите, там, и Selfish, и Tizen, они в целом-то достаточно успешны, да, то есть вопрос, как это, какой рынок, да, да, то есть Android, iOS, это масс-маркет, это конечные пользователи, но вероятность того, что кто-то туда придет и их подвинет в ближайшее время, ну, мне кажется, что крайне маловероятно. Microsoft не смог, китайцы, ну, не знаю, там, время покажет. Вот, а если говорить в целом, там, про многообразие устройств, ведь кроме смартфонов и планшетов, да, сейчас масса всего интересного, да, там, IT-устройства, там, носимые машины. Не, ну, телевизоры банально, как бы, Samsung, что, как бы, у них огромные телевизоры, как бы, в смысле, огромное количество своих телевизоров, поэтому они там вольны ставить, предустанавливать там ту операционку, какая им нравится, и это не обязательно может быть Android, они могут там, пожалуйста. Все верно. Телевизоры Samsung работают на Tizen, да, как бы, ну, доминирует там Tizen, ну, как бы, Samsung, да, использует Tizen. Там тот же Selfish, но он находит там себе какую-то нишу, да, и в той же Финляндии там, да, в определенных там сегментах использует. Вот. В России, опять же, вот эта Aurora, отечественная ООС, которая там базируется там на том же Selfish, то есть находит там сегмент, там, госорганизации, там, B2B. Ну, понятно, какие-то нишевые вещи есть, безусловно, где они как-то, как-то могут жить, так сказать, ну, и развиваться в конечном итоге. Просто вот, с моей точки зрения, сам мир, да, он там постоянно меняется. Там, 20 лет назад, там, про смартфоны, там, ну, никто не думал. Да, что будет там через 15-20 лет, ну, наверняка будут какие-то другие устройства. Вот. Там совсем другие. Совсем умный дом появится. Что в этом умном доме будет доминировать? Ну, вот сложно сказать. Вот. То есть, вполне возможно, вполне возможно. Вот. Главное, что вот в новых устройствах, в новых устройствах, они, ну, пока они закрыты, вот, в основном, там, IT-устройства, вот, но со временем, через эти IT-устройства, производители, там, захотят поставлять, там, пользователям какие-то сервисы. Да, ну, зачем, там, ну, денежку хочется заработать, там, да. Поэтому давай, там, там, твои, там, часы или, там, колонка в умном доме будет, там, еще что-то умное делать. Вот. То есть, они будут более открытыми, там, появится, скорее всего, там, возможность, там, дипломента, там, сторонних приложений, сервисов, там, из тех же, там, магазинов. Ну, появятся угрозы. Вот. Интересно, да, что будет. Сложно предсказать. Ну, да, поживем-увидим. Время покажет. Слушай, еще один момент, который тоже интересно, твое мнение послушать. Вот, ты как раз-таки упомянул слово Flutter, и тут я подумал. Вот, у вас там был негативный опыт к Самаринам, и сейчас у вас там, как бы, все на Свифте и, там, на Котлине. Как ты вообще относишься вот к каким-то таким кроссплатформенным ТОЗам для разработки приложений? То есть, вот, ну, всякие какие-нибудь, там, React Native, что там еще было, Native Script какой-то, да, еще что-то. Ну, сейчас это вот Flutter, вот, в том числе, как ты на такие штуки смотришь? Ну, в каких-то случаях они хороши, в каких-то не очень. Там, ну, например, если ты хочешь выпустить какое-то приложение, ну, условно, не уверен, что оно полетит, там, да, какие-то эксперименты, валидация гипотез, вот. Ну, конечно, делай как можно быстрее, там, на кроссплатформенных инструментах, да. Если говорить, там, о какой-то продакшн-разработке, где требуется перформанс, вот, то, ну, не очень инструменты этих подходят, да, там, как это в свое время смеялись, там, где-то был анекдот про антивирус Касперского на Java, вот, ну, да, как это, вряд ли базовые технологии будут писаться на фреймворках, которые медленные, вот, то есть, равно будут использоваться, там, C, там, C++, вот. Вот, поэтому для каких-то целей, там, там, часть UI, там, написать с использованием вот таких фреймворков, ну, наверное, можно, вот. То есть, мы использовали Xamarin, там, целиком хотели написать приложение, там, включая взаимодействие, там, с операционной системой, там, с определенными сервисами, так, чтобы оно работало на трех платформах, но в итоге плохо работало на всех, вот, просто медленно, там, да, вываливалось из памяти, не хватало, там, да, там, медленно реагировало, а для нас это было критично. Ну, конечно, да. Соответственно, это самое, кейс-бай-кейс ответ, то есть, где-то можно, где-то даже нужно, где-то полезно, а где-то вредно. Понятно. В общем, надо включать голову, если так, подводя итог, и исходить из задачи. Надо прислушиваться, и надо думать. То есть, любой, там, молодой разработчик с горящими глазами сходит на конференцию, там, React Native, давай, вот, но тут хорошо бы подумать, потому что, как это, инвестируешь, вот, много денег, вот, и получишь хреновый результат. Опять же, демотивировать этого разработчика, ну, нельзя. Поэтому я в таких случаях говорю, ну, окей, давай вот попробуем на чем-то маленьком. Вот, в итоге, там, а желательно в нерабочее время, там, за какую-нибудь дополнительную плюшечку, там, да, раз уж глаза горят. Вот, в итоге, как правило, там, человек пробует, пробует, потом приходит и говорит, слушай, говорит, ну, да, вот в этом кейсе, там, не работает, вот, поэтому давай не будем. Ну, хороший, хороший подход, да, конечно, как бы, даже если в рабочее время, то на каких-то маленьких задачах, некритичных, чтобы человек пощупал и либо убедился в своей правоте, да, как бы, что действительно оно работает, либо понял сам, что нет, кажется, еще не время. Да, 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 пробовать надо, с тем же Котлином, когда он появился, тоже много было споров, там, надо, не надо, там, попробовали, вот, главное, как это, дать попробовать нескольким людям, да, так, чтобы мнения были, там, разные, да, и чтобы их можно было сравнить, чтобы в каком-то экспертном сообществе уже там подискутировать и принять взвешенное решение. Ну, да, да, согласен. Ну, что, давай, наверное, на этом такой, как раз, мне кажется, логической ноте подведем, будем закругляться, так, чтобы два часа без малого проговорили. Спасибо тебе большое, что нашел время прийти в гости, было очень интересно, любопытно. Друзья, надеюсь, вам тоже было интересно послушать, задавайте ваши там вопросы, комментарии, нам всегда приятно их увидеть, прочитать, если есть вопросы, то на них ответить, вот, напоминаю так же, что вы можете поддержать подкаст, если есть желание, он вам понравился, на Патреоне или еще каким-нибудь способом. А так, до новых встреч, всем спасибо и пока-пока. Спасибо, Константин, всем спасибо.